Фотография – это правда, а кино – это правда 24 кадра в секунду, сказал много лет назад известный французский режиссер Жан-Люк Гадар. И сегодня с его мнением нельзя не согласиться. Однако с одной поправкой – если речь идет о киноработе, сделанной профессионалами своего дела. Такими являются создатели продолжения популярного телесериала прошлого века «Государственная граница», которые попытались рассказать о нелегкой службе пограничников. Однако уже в настоящее время. Начало истории о жизни офицера Антона Пекарского, прошедшего войну в Афганистане и вернувшегося в родную Беларусь, зрители могли увидеть в прошлом году. Сегодня представилась возможность узнать о его судьбе из 10-й серии фильма «Государственная граница. Афганский капкан». В фильме не будет действий в Афганистане. Мы говорим о том, что уже прошло. Мы говорим о том, что отклики мы видим сегодня не только на белорусской границе, это и на российской границе, возможно и в других странах, когда пытаются террористы проникнуть на территорию страны и совершить какую-то провокацию. Я не буду сказать, что сюжет документальный, но он жизненный. Понимаете? И сегодняшняя молодежь, ребята, которые растут, должны знать, что это есть, это существует, это есть и сегодня. В новом фильме рассказывается о том, как офицеру пограничнику с нелегкой судьбой, возглавляющему отдельную службу активных мероприятий, удается справляться со сложными служебными задачами, такими как пресечение контрабанды, нелегальная миграция и выполнение многочисленных опасных операций. В истории об Антоне Пекарском есть место и душевным переживаниям героя. Профессионально снятая картина множества спецэффектов – заслуга большого коллектива съемочной группы. Фильм сложнопостановочный, в котором много трюков, много сложных съемок. Поэтому максимум мы прилагали усилия, чтобы сохранить безопасность наших актеров и сохранить им здоровье. Трудности были, наверное, самые основные трудности – это была температура. Лето было очень жарким. Актеры наши были одеты в очень такую плотную одежду. И когда им приходилось с оружием бегать по 40-градусной жире, потом приходилось долго очень возвращать обратно в чувства, чтобы приступить к следующей сцене. Продолжение истории о пограничной службе интересно не только тем, кто наблюдал первые серии фильма, но и молодым людям. Они с удовольствием собрались на премьере, где смогли пообщаться с членами съемочной группы и насладиться просмотром картины. Лично для меня мне интересно смотреть эти фильмы, потому что я узнаю все больше и больше нового. Допустим, читать историю я не очень люблю, а вот через фильмы я могу все это прочувствовать. Это на самом деле очень интересно, потому что поглощаешься в другую эпоху и в другое время. То, что нельзя увидеть на настоящем улицах сегодня. Представленная в 2015-м картина, которую уже по достоинству оценила белорусская публика, далеко не последняя. Представители съемочной группы по секрету признались, не за горами выход 11-й и 12-й части. Чем удивит киностудия Беларусь, фильм зрителей в следующий раз остается загадкой. Нужно лишь дождаться премьер.